Приветствую! Как изменилась мобилизация с 1 февраля 2024 года и как на это повлиял новый законопроект о мобилизации? В первую очередь нужно нам вспомнить, что правила мобилизации установлены законом ПРОВО ИВС, в смысле о воинской обязанности и воинской службе, законом о мобилизации и постановой 1487. Это основные нормативно-правовые акты, которые регулируют порядок мобилизации. Также можно еще здесь упомянуть закон о военном положении. Так вот, с 1 февраля 2023 года ни один из этих нормативно-правовых актов не претерпел изменений. А это значит, что с точки зрения действующего законодательства правила мобилизации остаются прежними. Ну а что же законопроект 10449? Он как-то повлиял? Нет, не повлиял и не может повлиять по одной простой причине. Это законопроект. То есть это только проект закона. Его еще не рассмотрели в Верховной Раде, депутаты не проголосовали. И президент не подписал, он не опубликован. Но даже если бы это все произошло, в нем самом написано, что он вступает в силу через месяц после публикации. А отдельные его положения через несколько месяцев вступают в силу. То есть этот законопроект 10449 никак не повлиял на мобилизацию. А что на практике, спросите вы? На практике за вот эту неделю мы получили уже несколько отсрочек. И все эти, правда, отсрочки были... Ну, оформление их начато еще до внесения этого законопроекта. То есть это те отсрочки, которые там люди подавали документы там, начиная от двух недель. Да, и там есть те, кто получил документы сейчас. Но пакет документов отправили еще до Нового года, да. А результаты получили только сейчас. И все эти результаты были положительные по действующему законодательству. И те люди, которые сейчас обращались, скажем так, под нашим контролем в ТЦК и СП за получением отсрочки, все они подали документы по действующим правилам. И нигде еще нам ни юристы, ни другие представители ТЦК и СП не говорили о том, что все, теперь будем по новому законопроекту, либо то, что у них там поступили какие-то рекомендации свыше действовать по каким-то новым правилам. Нет, пока все, что мы видим на практике, это то, что продолжают действовать предыдущие правила получения отсрочки. И в принципе те люди, которые говорят, что а нужно ли сейчас там дооформлять документы, нужно ли их получать, ведь есть же законопроект. Нужно, нужно. Если вы начали процесс оформления документов для получения отсрочки, то есть там догляд за кем-то оформляете, инвалидность или что-то подобное, продолжайте этот процесс, невзирая на законопроект. Потому что, напомню, большинство законопроектов, это официальная статистика, вы можете проверить мои слова, большинство законопроектов остаются законопроектами. И есть большие надежды, скажем так, на то, что этот законопроект тоже останется законопроектом. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на YouTube канал, также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к видео. Ну а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.